Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Вы думаете, что все игроки в Clash of Clans примерно похожи между собой и у всех отличия только в уровне прокачки? На самом деле нет, и в сегодняшнем обзоре мы с вами увидим, что бывают действительно странные игроки, которые чем-то отличаются от остальных. И первый интересный персонаж на сегодня это ТХ-7 с 242 уровнем. Нашел его мой подписчик Андрей Гусь, обратил внимание на левел и подумал, что возможно это будет интересно. И как раз таки этот персонаж меня и заинтересовал. Обратите внимание, что у него достигнута чемпионская лига на ТХ-7. Максимальное количество трофеев 3843. Это на самом деле весьма классно на ТХ-7, потому что некоторые девятки даже не могут добраться так высоко. А здесь добралась семерка. Если мы посмотрим вообще по самим атакам, у него набрано больше 200 миллионов золота и элика. Кроме того, у него пожертвовано 1 миллион 715 тысяч войск. Все это вместе, конечно, и дало именно такой высокий левел. И поэтому семерка сидит на 242, а вот я сижу на 148 на ТХ-9. Ну, в общем, вы поняли, что этот человек очень действительно много играет. И мало того, что он много донатит войск, то он еще и действительно хорошо играет. Потому что смог добраться аж до 3800 кубков. Если посмотреть его ночную деревню, то там, в принципе, все, как обычно, ничего интересного на основе. Конечно же, все фулл, ну, как тут иначе еще может быть, с таким количеством времени, которое он действительно потратил в эту игру. Ну, а что касается левела, то да, 242 левел это реально здорово. Однако, если вы думаете, что это предел и что выше не бывает, то спешу вас расстроить, потому что есть ТХ-7 с 245 левелом. И его нашел другой мод, подписчик Гена Белый. Обратите внимание, что здесь уже не такое большое количество трофеев, да, здесь даже вообще драконов нет. Здесь не открыты драконы. Самые большие войска это всего лишь хилки. Однако же, если посмотреть на количество задоначенных войск, это 1 миллион 797 тысяч. То есть, вы понимаете, что этот человек набил себе левел исключительно донатом. У него нет таких хороших прям результатов, как у предыдущего игрока в плане самой игры. Но донат, конечно, практически под 2 миллиона войск, естественно, заставляет левел подниматься очень быстро. Что касается деревни строителей, опять-таки, там ничего интересного. Обычный ДС с 5 левелом ратуши. Но, тем не менее, 245 левел это очень круто. Если посмотрим на основную деревню, то увидим, что он еще и дисбалансер. Потому что у него ДФ от ТХ-6, либо же даже вообще ниже. Тут не совсем понятно, потому что деревня у него разрушена. Но вы видите, что у него здесь 2 ПВО, на ТХ-7 должно быть их 3, как минимум. Это уже отличает его от семерки. То есть, этот игрок еще и не полноценный ТХ-7, а дисб. Однако, если вы думаете, что 245 это уже все, пределы выше быть не может. Однако, нет. Опять-таки, спешу вас расстроить. Найден игрок с 500 левелом. Этого игрока нашли сразу несколько моих подписчиков. Поэтому, кого-то одного выделять не буду. Да, и, возможно, вы уже где-то встречали его. Так как про него, я думаю, уже где-то точно можно было прочитать. Либо же посмотреть, ибо я не первая. Но, тем не менее, я считаю, что нельзя обходить его стороной. Потому что персонаж весьма интересный. Еще довольно красиво у него в жажде золота. В эликсирной авантюре по 2 миллиарда как раз-таки ресурсов собрано. Я так понимаю, что он специально остановился на этой цифре. Специально подгонял под нее. И, на самом деле, здесь хочется сразу подумать, что, наверное, у него вообще 5 миллионов за доначено войск. Но, тем не менее, нет. У него отдано всего 552 тысячи. То есть, это гораздо меньше, чем у предыдущих игроков. И, честно говоря, здесь, конечно, становится очень интересно, почему такой высокий уровень у этого персонажа. Но все дело в том, что он действительно очень много играет. Это видно по количеству атак. Это видно по количеству ресурсов, которые он украл. И если внимательно посмотреть на его статистику, то он везде старается быть первым, везде по максимуму. Кроме того, если мы сейчас посмотрим на его базу, здесь все выкачано. Ему осталось только героев поднять. И если посмотреть на деревню строителя, то, опять-таки, у него просто максимальная деревня строителя, максимальная прокачка и всех сооружений на ДС, максимальная прокачка всех войск. И, кроме того, он поднимался аж до 6000 кубков. То есть, человек просто действительно очень-очень много играет. И ключевое слово здесь, конечно же, очень. Все ачивки он собрал, все, что можно было, сделал. Ну и теперь ждет, конечно, новое обновление. Следующий интересный персонаж – это ТХ-11 под ником Гефест, у которого открыты только варвары. Больше ничего вообще нету, только одни варвары. Вот это, на самом деле, как раз-таки, очень интересный игрок. Давайте посмотрим, что у него на базе. И увидим, что как раз-таки база у него весьма обычная. Это обычная база для балансера. У него стоит пушка, скорее всего, где-то у него стоит Тесла, которого мы с вами сейчас, естественно, не видим. И, по сути, все. То есть, база у него как у обычного Диса. Однако же, в профиле у него открыты только варвары. Вот это, конечно, тоже весьма интересно. Но я думаю, что следующий персонаж будет еще интереснее. А вот следующего игрока нашел мой подписчик Никита Соловей. И этот профиль интересен тем, что здесь нет ничего. От слова «совсем». Здесь нет никаких выполнений достижений. Ничего не открыто. И, кроме того, здесь вообще нету войск. Даже варваров. Вот именно это и меня заинтересовало в этом игроке. И, кроме того, если опять-таки полистать достижения, ни одно из них не выполнено. У него ратуша первого левла, да. И все. На этом точка. Когда создается новый аккаунт, то автоматически сразу появляются варвары. Здесь же нету варваров. И создается сразу вопрос. А как такое возможно? Где варвары? Почему их нету? Давайте теперь взглянем на его базу и попробуем найти здесь что-то интересное. Мы увидим, что у него есть добывалка золота, у него ратуша первого левла, у него есть хижины строителей, военный лагерь. Все первого уровня. Но обратите внимание на то, что здесь нету пушки. Пушка это еще один основной элемент, который всегда должен быть у нового профиля. Так что помимо того, что здесь нету пушки, так тут еще нету и варваров. Так что это вдвойне интересный персонаж, но мы с вами переходим к серии других игроков, которых можно выделить в отдельную группу. И первый из таких игроков, которых нашел Даня Кирсакин и посоветовала обратить мне очень пристальное внимание на этих нескольких игроков. Это 59-й левел, ТХ-8 с ником в виде иероглифов. Я, к сожалению, не прочитаю, но не в этом суть. Если на него посмотреть невооруженным взглядом, покажется, что, ну, вроде ничего такого особенного нету. База как база, профиль как профиль. Однако же обратите внимание, что его хэштег состоит из трех символов. Это, казалось бы, мелочь, но тем не менее, если посмотреть на следующих игроков, становится понятно, что они все как раз таки являются одними из самых первых игроков в игру Clash of Clans. Почему становится это понятно? Есть два варианта аргументирования этой позиции. Во-первых, как вы, наверное, догадались, чем короче хэштег, тем более старый игрок, то есть он дольше играет в игру. Почему это именно так? Потому что с приливом новых игроков приходилось добавлять новые разряды в хэштег, и как бы хэштеги удлинялись. Поэтому на текущий момент мы с вами имеем по 8, по 7, по 9 символов, и это с каждым разом будет увеличиваться, потому что игроков становится больше, и просто не хватает букв и цифр для того, чтобы дать каждому свой отдельный номер. Кроме того, можно как раз таки посмотреть на базу вот этого ТХ-10, который, кстати говоря, до сих пор играет. И давайте мы сейчас внимательно изучим его базу и убедимся, что действительно этот человек играет весьма давно. Почему это можно с уверенностью сказать? Потому что посмотрите на его сохраненные препятствия, сколько у него здесь сохранено новогодних елок. Ну, как минимум, я вижу две наверху и две еще внизу, то есть 4 года человек играет точно. Кроме того, у него есть хэлынское надгробие, которое появилось тоже весьма давно, и у него есть вот такая елочка, то есть это уже 5 лет как минимум. Но я думаю, что этот человек играет больше, скорее всего, с начала игры. Кроме того, у него есть еще некоторые другие препятствия, тот же самый хэлынский котел. И вот смотря на все эти сохраненные препятствия, становится понятно, что этот человек, да, действительно очень давно играет, потому что эти препятствия не появляются в каждом новом году, они появлялись один раз в игре, и все. Соответственно, на тот момент он уже был в игре и продолжает играть до сих пор. Следующий игрок имеет весьма интересный хэштег, 8лол, его очень легко запомнить, но, к сожалению, он уже не играет в игру. У него нет доната, у него заброшенная база, и это все говорит о том, что сейчас он уже не играет в Clash of Clans, либо же играет очень-очень редко и не заходил весьма давно. Что же касается вообще таких игроков, то, конечно, найти их можно очень много. Просто перебирая в глобале различные хэштеги до того момента, пока вы не найдете какой-нибудь профиль, где можно будет вот так же убедиться, что он создан давно. А что касается следующего профиля, то, наверное, вы обратили внимание, что здесь везде ники на английском. А вот следующий профиль как раз-таки русскоговорящий игрок. И, пожалуй, можно сказать, что Вадим с 4-м левлом, с 3-м уровнем ратуши является действительно одним из первых русскоговорящих игроков Clash of Clans. Он оставил у себя двух магов, и вот они так и сидят, и сидят, и сидят. В общем, не делайте так, ребят, магам же одиноко. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор, ну а если вы хотите посмотреть на всех этих игроков вживую, то, естественно, в описании есть хэштеги, копируйте, смотрите, ищите, возможно, вы найдете еще более интересные профили. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и, конечно, хороших вам воин. Пока-пока!